свобода через кровь христа да я ненавидел эту фразу у меня было всегда впечатление что иисус не все сделал здравствуйте друзья сегодня я затрону кратко тему свобода через кровь христа очень интересная тема особенно она интересна тем что я не понимал и даже ненавидел это выражение свободы через кровь христа честно спасение через кровь христа согласен но если честно я свободнее себя чувствовал в миру чем в церкви поэтому когда говорят свобода через кровь христа знаете есть эта песня такая свобода через кровь христа мы пели ее на прославление и там такая песенка свобода через кровь христа свобода через кровь христа и там такой припевчик силы тьмы трепещут они Побеждены, дух, душа и тело Совершенно спасены И совершенная свобода Свобода через кровь Христа, честно Я просто пел эту песню Я не понимал, что это, зачем Это вообще, и я не согласен Был с этим Но не согласен и все Совершенная свобода Совершенная свобода Это когда ты свободен Делать то, что ты хочешь Ты вправе принимать решения Сам выбирать что-то В церкви я этого не видел В христианстве Я этого не наблюдал Наоборот, я чувствовал Как будто бы меня поработили Как будто бы меня заковали В тиски, знаете, такие Праведные, святые тиски И ты должен находиться В них, и тебе даже говорят Что вот таким образом Ты совершаешь свое спасение И ты, как бы Приближаешься к Богу Но сейчас Это самая Великолепная Самая нежная Самая прекрасная Тема в моей жизни Я ее не просто Как бы люблю Я ее практикую И я Практикую ее у себя в церкви Я Понял одну вещь Есть самая Драгоценная Вещь В человеке Которую ценит Бог Знаете, что Бог Ценит больше всего На свете В тебе Это свободная воля Он никогда Не пойдет Против твоей воли Он никогда Не будет Знаете Давить Манипулировать Это не его характер Это не то, что он Хочет делать Да и вообще Если бы он Хотел Направлять нас Так жестко Как он хочет То он бы и не давал бы нам Свободную волю Знаете Иногда мне казалось Что лучше бы Богу Сделать было нас Сотворить нас Такими Знаете Как роботами Которые Всегда хотят Исполнять волю Божию Всегда послушны Богу Я иногда такой думаю Бог Ну почему ты не сделал нас Такими Чтобы мы всегда были послушны Ему не будет Тогда Интересно с нами Ведь он Хочет Общаться с нами И иметь не просто диалог А сотрудничество Взаимоотношения с нами Это все описано в Библии Мы Соработники Христу А соработники Имеют свое мнение Свой характер Своё видение еще И Соработники Подстраиваются Друг под друга Чтобы сделать Общее дело И Здесь В нашем случае Бог Главный А мы Соработники То есть Мы Сотрудничаем с ним Но при этом Бог Очень ценит Наше мнение Очень ценит Нашу Свободную волю И никогда Не Не будет Нарушать ее И знаете Я слышал Даже Один Пример Есть такой Пророк Пастор Пророк Крис Валатон Он Находится В церкви Бефл Штат Калифорния Город Рейдинг И Он Однажды Сказал Такую Вещь Я Пророчествовал Одному Человеку И Да что ли Да Это Твое Было Пророчество И Он Говорит Я Расстроился Бог Как я Так Он Говорит Да все В порядке Я Я И 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 Я Когда Это Услышал Я Был В Шоке Вау Человек Сказал Хорошее Классное Пророчество В Жизнь Человека Бог Этого Не Говорил Но Ему Понравилось То Что Сказал Этот Пророк Этот Человек И Решил Это исполнить Вы Думаете Это Не По Писанию Это По Писанию Он Хотел Уничтожить Народ Который Моисей Вывел Из Египта Но Моисей Сказал Слушай Не Делай Этого Ведь Тогда Другие Народы Будут Говорить О том Что Ты Вывел Народ Израильский Чтобы Уничтожить И Он Отменяет Сво Решение И Так Было Много Раз Разные Ситуации Были И Это Классно Бог Ценит То Что Ты Хочешь То Что Ты Любишь Знаете Что Что Для Него Ценно То Что Для Тебя Ценно Когда Он Видит Что Ты Радуешься Что Тебе Например Нравится Играть В Боулинг Или Ты Наслаждаешься Когда Ты Идешь Со Своей Женой Например Там В Кинотеатр На Какой-то Фильм И Он Даже Мирской Фильм Как Это Бог Может За Это Стоп Он Любит Когда Тебе Хорошо Он Наслаждается Когда Он Видит Тебя Счастливым Ведь Он Твой Отец Это Все Так Просто Он Не Просто Твой Бог Он Твой Отец И Когда Тебе Хорошо И Это Хорошо Не Приносит Тебе Зла То Он Радуется За Тебя И Даже Помогает Тебе В Чем То Кто-то Захотел Красивое И Дорогое Платье О Бог Как Я Хочу Это Платье Оно Такое Красивое Но Оно Такое Дорогое Оно Мне Совсем Не По Карману И Бог Дает Финансы Благословляет Либо Кто-то Покупает Либо Он Дает Деньги И Эта Женщина И Покупает Это Платье И Кто-то Говорит Фу Как Это Причем Заботится О Тебе И Давать Тебе Какие-то Вещи Которые Тебе Нравятся Бог Я Хочу Новую Машину Покруче С Кондиционером Или Нет С Климат Контролем Чтобы На Меня Не Дуло И Так Далее Да Все Нормально Он Любит Делать Какие-то Такие Вещи Помогать Тебе О Бог Я Хочу Я Просто Вижу Сколько Больных Людей Бог Я Так Много Вижу Нищих Людей Я Хочу Помогать Им Да Пожалуйста Я Помогу Тебе Если Ты Хочешь Это Делать Давай Он Очень Добрый Он Любящий Единственное Что Если Он Видит Что Ты Еще Не Готов К Чему То Он Просто Видит Что Это Принесет Тебе Вред Он Может Этого Не Допускать И Если Ты Что Не Получаешь От Говорит О том Что Ты Просто Еще Не Готов К Этому А Не То Что Это Богом Запрещено Для Тебя Недуховно И так Далее Бог Добрый А Что Касается Вот Самой Свободы Да Свободы Через Кровь Христа То Обычно Как Ну Человек Приходит Церковь Ему Сразу Говорят Что Ему Нужно Делать Что Ему Не Нужно Какие То Правила Ты Должен Посещать Регулярно Там Служение Тебе Нужно Нести Какое То Служение В церкви Ты Должен Приходить На Лидерский Ты Должен То Ты Должен Это Это Все Хорошо Это Все Классно Но Когда Ты Не Готов К Этому И Тебе Говорят Давай Ты Должен Все Это Делать То Это Уже Навязывание Тебе Той Жизни Которую Ты Не Собирался Иметь Не Хотел Не Готов Был К Этому Знаете Человек Приходит Он Еще Не Отдуплился От Того Что Он Только Пришел К Богу Ему Сразу Начинают И Он Хочет Быть Близко С Богом Он Вот Это Первая Любовь И Он Готов Идти На Все Лишь Быть Рядом С Богом И Я Считаю Это Манипуляции Потому Что Тебе Говорят Ты Должен Приходить На Служение И Так Далее И Все Это Звучит Так Как Что Если Ты Этого Не Будешь Делать Это Все Плохо Закончит Это Все Плохо Будет Для Тебя И Это Нужно Он Должен Сам Понимать Что Ему Нужна Церковь Церковь Это Хорошо Потому Что Сейчас Разные Есть Ситуации Кто Говорит Обязательно И Без Церкви Ты Погибнешь Там Другие Говорят Тебе Вообще Не Нужна Церковь Сейчас Крайности Разные Есть Но Мы Знаем Иисус Сказал Я Создам Церковь И Врата Ада Не Одолеют Это Это Уже Говорит О том Что Если Иисус Создал Церковь То Значит Это Он Что Ошибся Что Нет Но Значит Она Нужна Эта Церковь Я вам Скажу Да Действительно Она Нужна Потому Что Когда Мы Все Вместе Собираемся И Молимся Все Вместе Это Совсем Другая Молитва Классная Молитва Когда Ты Наедине С Богом Классная Молитва Когда Ты Семьей Молишься Но Также Особенная Молитва Когда Ты Собираешься В общине С другими Такими же Верующими Как Ты И Вы Вместе Возносите Хвалу Богу Вместе Молитесь Ему Это Сила Это Совсем Другая Молитва И Эту Молитву Ты Никогда Не Почувствуешь У Себя Дома Ты Этого Никогда Не Будет Когда Ты Молишься С Мало Просто Приходить В церковь И молиться В церкви А дома Не молиться То есть Церковь Это Хорошо Ты Там Можешь Получить Какой-то Совет Ты Можешь Получить Какое-то Наставление Ты Можешь Рассказать О какой-то Своей Проблеме И Кто-то Проходил Это И Может Сказать Ты Знаешь Я Проходил Это И Бог Вот Так Вывел Меня Из Этой Проблемы Попробуй Помолись Может быть Бог Действительно Так же Самое Тебя Выведет Кто-то Рассказывает Свидетельство И это Свидетельство Помогает Человеку В его Жизнь И Очень Много Благословений Ты получаешь В церкви Это Классно Это Супер Но Когда Ты Приходишь В церковь Насильно То есть Тебе Сказали Ты должен Ходить И ты Приходишь Туда Потому что Ты должен Ты чувствуешь Что Тебя Как будто Бы Сковали Это Называется Манипуляция И твоя Свободная Воля Чувствует Это Давление И пусть Оно Трижды Будет Тебе Нужно Но Ты будешь Чувствовать Что-то Не так Тебе Некомфортно И ты Будешь Ощущать Просто Вот этот Дискомфорт И рабство Давление Потом Ты хочешь Что-то Для Бога Сделать И ты Хочешь Это Сделать Но Тебе Тут же Говорят Ну Если Хочешь Сделать То Ты Должен Делать Это Постоянно Стоп Дайте Человеку Сделать Это Один Раз Просто По его Вдохновению Сначала А если Он Захочет Делать Это Постоянно И Примет Решение И скажет Бог Я хочу Это Делать Постоянно Ну Тогда Ведите Его И покажите Ему Что Это Уже Ответственность И ты Должен Взять На Себя Эту Ответственность И так далее То есть Все Должно Быть Именно Исходя Из твоей Свободной Воли У тебя Другое Мнение По поводу Какой-то Истины И тебе Кто-то Начинает Давить Говорит Нет Ты Не прав И начинают Наставлять Тебя Пытаться Изменить Твое Мнение А ты Не готов К этому Ты Считаешь Это По другому И ты Представляешь Это По другому Но Тебя Пытаются Переубедить Это Тоже Давление Бог не делает Так И Это Тоже Человек Чувствует Себя Несвободным В этом Сколько Раз У меня Было Такое Когда У меня Было Своё Понимание Каких-то Мест Писания Я Приходил К пастору Говорил Пастор Вау Я Вот Так А он Говорит Нет Ты Неправильно Понимаешь И все Это Или Когда Я Говорил Пастор А почему Мы Не делаем Вот так В церкви Ведь Так Написано В Библии А мы Почему-то Так Не делаем И Мне Говорят Ну Ты Еще Молод Ты Еще Не Понимаешь Короче И Ты Постоянно Ощущаешь Себя Как Раб Какой-то Тебе Говорят Что Делать Куда Ходить Знаете Я даже Слышал Такие Вещи Там Человек Работает И У него Всего Один Выходной И Он Говорит Пастор Я Вот Принял Решение Но На Лидерские Я Не Могу Приходить Ему Пастор Говорит Ну Друг Значит Тогда Меняй Работу Но На Лидерские Должен Приходить Но Тогда Я Не Смогу На Воскресенье Приходить Но Значит У тебя Плохая Работа У тебя Должна Быть Такая Работа Чтобы Ты Мог И Туда Попадать И Побуждает Человека Оставить Работу Поменять Работу Чтобы Бога Поклоняться Богу И Тут Пастор Говорит Давайте Теперь Вы будете Это Делать Постоянно Да Ребята Просто Хотят Наслаждаться Общением Друг С Другом И Общением С Богом А Уже Превращают Это В целое Служение И Там Приглашаются Уже Люди И так Далее Стоп Дайте Людям Сделать То Что Они Хотят Почему Вы Диктуете Им Что Им Нужно Почему То Планы Какие Требуют Давайте Давайте Развивайте Что Вы Там Хотите Планируйте Давайте Предоставьте Эти Планы Это Все Порабощает Человек Чувствует Себя Уже Скованным Он Чувствует Себя Рабом У Него Уже Нет Мысли Даже Молиться Богу О чем То Вообще Просто Общаться С Все Чем Он Молится Бог Помоги Мне Составить План Бог Помоги Мне Сделать То Бог Помоги Мне Исполнить Своё Служение Бог Помоги Мне Найти Другую Работу Чтобы Она Подходила Ко Всем Этим Прихотям Пастора Бог Помоги Мне И Ты Чувствуешь Себя В Этого Равстве И Я Все Время Думаю Вот Как Павел Знаете Вот Это Местописание Которое Колоссянам Вторая Глава Я Даже Прочту Несколько Стихов С 18 Стих Он Говорит Так Пусть же Не осуждает Вас Никто Из Тех Кто Сам Находит Удовольствие В Самоуничижении Или Поклонении Ангелам На основе Того Что Привиделось Ему Во время Посвящения Такой Человек Раздувается От Гордости Без Всякой Причины Руководимый Умом Своей Плоти И Не Придерживается Главы Благодаря Которой Все Тело Поддерживаемое И Соединяемое Воедино Связками И Сочленениями Растет Перед Богом Вы Умерли Со Христом И Освободились От Главенствующих Стихи Мира Так Зачем Вы Подчиняетесь Таким Правилам Как Если Вы Жили В Миру Не Бери В руки Этого Не Ешьте Того Не Прикасайтесь К этому Все Это Тленное Сгинет От Употребления Подчиняясь Таким Уставам Вы Лишь Следуете Правилам И Учениям Созданным Людьми В самом деле Их Признают Мудрыми С точки Зрения Притуманного Людьми Почитания Самоуничижения И Умершления Плоти Но Они Не Обладают Никакой Силой В борьбе Против Нашей Греховной Плоти То Он Говорит Друзья Все Это Видимое Оно Классно Все Супер Но Если Это Вам Навязывают Принуждают Не Вы Хотите А вам Говорят Так Надо То Это Уже Неправильно Вы Свободны Жить Так Как Вы Хотите Служить Богу Как Вы Хотите И Так Далее Да Конечно Если Вы Находите В церкви Где Есть Определенные Правила И Вам Говорят У Нас Церкви Принято Так И Так То Вам Либо Выходить Из Церкви Но Вы Вправе Это Сделать А Самое Интересное Вы Даже Вправе Выйти Из Церкви В Никуда Знаете Пастыря Не Отпускают Это Считается Очень Плохо Они Считают Они Не Имеют Права Это Сделать Они Не Имеют Права Они Не Имеют Права Давить На Человека Если Человек Хочет Уйти Не В Церковь Отдельно Он Решает Я Пока Не Хочу Ни В Какую Церковь Ходить Я Хочу Просто Молиться Богу Дома Читать Библию Дома И Просто Размышлять О Боге Остыть Оставить Все Позади И Просто Сейчас Сконцентрировать Своё Внимание На Нем То Пастыр В таком Случа Говорит О том Что Ну Ты Тогда Получается Если Ни В Церковь И Тебя Уже Окрестили Неспасенным Что Ты Ушел В Мир И Люди В Церкви Думают Что Ты Ушел В Церкви Они Думают Что Ты Ушел В Мир Что Ты Начал Грешить Что Ты Отрекся От Бога Но Ведь Это Не Так Просто Вот Такие Правила И Эти Правила Люди Навязывают Другим Людям И Это Называется Манипуляцией Спорить И Навязывать Друг Другу Своё Мнение Я Их Останавливаю И Мне Говорят Там Ты Давишь Своим Авторитетом На нас И Знаете Я Говорю Да Я Давлю Своим Авторитетом Но Не Для Того Чтобы Кого На Что То Навязать Кому То Какое То Мнение Но Для Того Чтобы Здесь В Этой Церкви Не Было Манипуляции Я Вместе С женой Мы Мы Сказали Мы Зареклись Можно так Сказать Что В этой Церкви Реальный Бог Не Будет Манипуляции Здесь Никто Не Будет Указывать Человеку Что Ему Делать И Как Ему Поступать Если Человек Будет Принимать Решение Взять На себя Какую Ответственность Он Будет Это Делать Но Не Так Что Мы Будем Навязывать Не Навязывать Мнение Какое-то Не Навязывать Какие-то Правила Не Навязывать Какие-то Служения Там И так Далее Потому Что Это Неправильно Бог Очень Ценит Твою Свободную Волю И Так В этой Короткой Проповеди Я Просто Хотел Указать На то Что Ты Человек Абсолютно Получаешь Полную Свободу В Иисусе Христе И Самое Главное Он Хочет Чтобы Это Приносило Тебе Счастье Поэтому Действительно Человек Который Написал Эту Песню Он Видимо Понимал О чем Он Говорит Силы Тьмы Трепещут Они Побеждены Дух Душа И тело Совершенно Спасены И Совершенная Свобода Свобода Через Кровь Христа Через Все Это Ты Получаешь Счастье И Ты Живя Уже Здесь На земле Радуешься А не молишься Бог Да забери меня Уже Когда я В конце концов Уже умру И буду с тобой Как я хочу Уже быстрее К тебе Ты будешь Счастлив Находясь Здесь В этой Плоти На земле Благослови Вас Господь И Храните Свободу Друг Друг Благослови